Исии 3 Исии 3 показали, что они едино и об одном, братья, говорили о Евангелии, об Иисусе Христе. Это то, что прекрасно, ценно и дорого. И то, в чем мы, может быть, не сознавая этого, но больше всего нуждаемся. Очень хорошо, что в центре сегодняшнего нашего общения не христианство, а Христос. Это дороже, чем все остальное. Сегодня у нас тема, как вы приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем. Братья и сестры, дорогая молодежь, мы приняли Иисуса. В свое время большинство из нас, мы покаялись перед Богом ради Христа, во имя Иисуса. И вот мы приняли Иисуса, так вот теперь, чтобы наше христианство, последующее после нашего покаяния, было хождение во Христе и утверждение во Христе. Основное, в чем или посредством чего мы с вами можем утвердиться во Христе, это через утверждение в Его словах, через утверждение в Евангелии, о котором мы слышали сегодня еще в самом начале. Поэтому, хотя моя проповедь, может быть, не слишком будет по посланию колоссянам, но тем не менее, оно будет служить нашей общей цели или направленности, утверждению в Евангелии, в словах Иисуса Христа. И я хочу сегодня свое слово обратить к самым-самым азам, так сказать, к началу учения Иисуса Христа. Это Нагорная проповедь, Евангелие Матфея, 5 глава. Я прочитаю несколько первых стихов, ну три всего. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзший уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Дальше знакомое нам перечисление других блаженств. И во многом, во многом, много таких привычных, из детства знакомых и кажущимися понятных на первый взгляд нам слов. Но, тем не менее, дорогие друзья, в словах Иисуса Христа, в Его учении, бесконечная бездна божественной мудрости, таинственности, величия и небесной славы. И еще много-много разных эпитетов, много можно приводить, которые могут быть отнесены к словам Иисуса Христа. И за каждой кажущейся знакомостью и понятностью скрывается очень много того, чего мы с вами еще не можем вместить. Иисус Христос, Он пришел на землю, я вот чуть-чуть сейчас хочу обратить внимание на вот эти два слова, которые Он приводит здесь вот в третьем стихе. Эти слова вот какие. Царство Небесное, блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Я хочу сегодня сказать о Царстве Небесном вначале, а потом, кто такие нищие духом, и почему они имеют такое особое привилегие, преимущество быть наследниками этого Царства. Царство Небесное – это то, что пришло на землю в Иисусе Христе, вместе с Иисусом Христом. Царство Небесное – это то, что воплотилось в Иисусе Христе, раскрылось через Иисуса Христа, стало понятно и доступно людям. Царство Небесное. Чтобы лучше понять, что такое Царство Небесное, я хочу сказать, как я его для себя представляю и понимаю, как вот оно, ну как бы сказать, вот это выражение или фраза «Царство Небесное» для меня стало более близким и более понятным. Есть в этом мире, в котором мы с вами живем, под этим небом существует два Царства. Первое – это привычное и знакомое для всех нас Царство Земное. Это то, куда пришли мы и частью чего каждый с момента рождения стали мы. Царство Земное, оно существует на земле, оно движется, живет по своим законам, оно имеет свои ценности и свои приоритеты, у него есть свои ориентиры и свои стремления. Люди привязаны к этому Царству и строят жизнь по законам этого Царства. Каждый из людей, приходящих в мир, со временем впитывает в себя сущность этой жизни, этого Царства, как бы сказать, врастает, пускает сюда свои корни и становится частью этой жизни, частью этого мира, частью этого Царства. Он мыслит, как здесь мыслит все, как здесь принято мыслить. Он ориентируется на то, на что ориентируются жители этого Царства, и жизнь его проходит по законам и принципам этого Царства. Царство земное. А вместе с этим, одновременно с этим, где-то там, в далеких, далеких мирах существует другое, совершенно другое, очень-очень отличное от этого Царства, которое называется Царство Небесное. Оно и по своему, так скажем, местонахождению другое, и совершенно другое по своему содержанию, по своему наполнению, по своим законам и принципам, по которым оно существует. Там Бог и ангелы, и там живут святые. Там то Царство, куда не проникает ничего от этого Царства. Оно отлично по своей сущности от земного Царства, по своей направленности, по своим ориентирам и стремлениям. Это Царство Небесное. На земле об этом Царстве ничего не знали люди, и многие до сих пор ничего не знают. Так дежурно, провожая кого-то туда, на кладбище, или вспоминая почившего имя Рек, Иван Васильевич, или кто-нибудь Царство Его Небесное, а что и как там, люди абсолютно не знают и не представляют ничего. И вот однажды, однажды, здесь, среди земного Царства, вот во всей этой круговертии будничности, которой оно жило, впервые прозвучала проповедь Иоанна Предтечи, которая содержалась в очень коротком слове. Среди многих слов его суть можно было выразить, и его служение или проповеди приблизилось Царство Небесное. То есть, буквально, это Царство, как бы сказать, должно было войти сюда, в среду этого Царства земного. Параповедовал об этом сначала Иоанн Креститель, предвозвещая пришествие Иисуса Христа. А в свое время это Царство, оно, как я уже сказал, воплощенное, персонифицированное в одной личности Иисуса Христа, оно пришло сюда, к нам. Кто такой Иисус Христос, друзья, дорогие? Хотя мы очень много говорим о Христе, но мы поняли, осознали, осмыслили, познали Иисуса Христа, ну, ничтожно мало, и, наверное, можно сказать, непростительно мало. Величие личности Иисуса Христа, таинственность и красота этого незнакомца, который из другого мира к нам явился, она такова, что вот наши все познания Иисуса Христа, они очень и очень ничтожно малы. И Иисус Христос, я еще раз повторю, по своему величию, необъятности и непостижимости, ну, несравним, потому что Он воплотил в Себе всю сущность того огромного, далекого, таинственного, непостижимого, незнакомого для этого Царства, того Небесного Царства, и в лице Иисуса Христа Царство Небесное пришло к людям. И земная жизнь, земное служение Иисуса Христа – это было Его попыткой, стремлением, желанием рассказать людям о Небесном Царстве, рассказать, что там и как там, для того, чтобы людей заинтересовать этим Царством, чтобы они, узнав об этом другом, новом, незнакомом для них Небесном Царстве, они увлеклись им, они бы оценили преимущество того Царства над этим, в котором они до сих пор жили. Это было трудной задачей и у Иисуса Христа – увлечь людей Царством Небесным, потому что земное оно здесь, земное оно реально, земное оно близкое, оно родное, и мы здесь родились, и мы Его в себя впитали, мы им живем. А то, а то непонятное и чуждое, и для многих-многих непривычное. Его слова для кого-то казались странными, кого-то сильно раздражали, а для кого-то это были слова вообще нездравого человека, но Он открывал и открывал свое чудное слово о Царстве Небесном. И я, друзья, обратил внимание, и, наверное, мы все с этим согласимся, что вот это словосочетание или выражение «Царство Небесное» или «Царство Божие», что является одним и тем же, это самое часто упоминаемое и употребляемое выражение в писаниях евангелистов, в книгодеяния апостолов и во многом в апостольских посланиях. «Царство Божие» или «Царство Небесное». И как-то, может быть, поверхностно мы не слишком придаем значение, но вся суть христианства, вся суть учения Иисуса Христа, все содержание Евангелия, Нового Завета, и поэтому все то, что должно интересовать, увлекать и больше всего привлекать наше внимание и держать нас в своем подчинении, в своей власти, это учение о Царстве Небесном. И поэтому это так, в общем, очень коротко, я бы много хотел и очень люблю сейчас говорить об этом Небесном Царстве. Итак, еще раз, что такое Царство Небесное? Это то Царство, которое из далеких, непостижимых миров, которое существовало от вечности и существует всегда, и будет существовать вечно, воплотилось в личности Иисуса Христа и сошло к нам. И Иисус Христос пришел для того, чтобы рассказать людям об этом Царстве, чтобы показать это Царство на примере своей жизни. Его жизнь отличалась от всех людей. Люди покорены были Его жизнью и недоумевали. Он сиял, так красиво сказано о Его жизни. Он просиял, Иисус Христос. Он сказал то, Он говорит, вы слышали, что сказано древним? Вот это вы слышали. А дальше я вам скажу то, чего вы еще никогда не слышали. И действительно, до Иисуса еще никто так не говорил. И Он приводит в этой же пятой главе Матфея то, чего еще никто не слышал. Это было раскрытие тайн, основ, фундамента, конституции этого Небесного Царства. А в конце своей земной жизни, через свои голговские страдания, через смерть на кресте, Иисус Христос создал нового человека, граждан, которые будут способны населить это новое Царство. И так Царство Небесное. А теперь блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Кто такие нищие духом, и почему их есть Царство Небесное? Братья и сестры, чуть-чуть как бы еще я продолжу мысль, которую я говорил до сих пор. Иногда приходится так слышать, или нередко мы так понимаем, мы кого-то уговариваем покаяться, и мы говорим, что вот тебе так плохо, тебе так тяжело без Бога. Или если ты не покаешься, ты будешь очень несчастен, и тебя ожидают многие трудности. Или еще бывает примерно так, вот Христос нас так любит, ну откликнись на эту любовь, ну почти как, ну пожалей Иисуса Христа, ну ответь на Его любовь. И вот как мы говорим, примерно так, ну сделай одолжение Богу. Вот Он же для тебя столько сделал, ну и ты ответь на Его зов. Братья и сестры, в какой-то мере это можно усмотреть, но в целом это видится не так, совсем не так, или не совсем так. Призык к покаянию или приглашение в Царство Небесное, это для человека величайшая милость, величайшего Бога. Это исключительный, незаслуженный шанс, возможность, которую Бог тебе, человек, оказывает. И поэтому не ты сделай Богу одолжение. И кто-то говорит, ну ладно, сделаю, когда мне будет 70, или когда мне будет 90 лет. Вот. Или спеши крещение принять. А человек говорит, ну я еще хочу чуть-чуть взять, пожить. Ну а потом, а потом Богу одолжение сделаю, приду, покаюсь. Милый мой, тебе Бог оказывает величайшее, незаслуженное одолжение. Оценишь или не оценишь, Бога не убудет. Я потом об этом чуть-чуть позже скажу. Ну а пока я хотел подчеркнуть, что Царство Небесное, это чудеснейшая и славнейшая реальность. Царство Небесное, это то, что открылось для нас в Иисусе Христе. И то, о чем мы можем узнать. И не просто о чем узнать, а к чему приобщиться, к чему присоединиться, стать частью чего. Это настолько торжественно, славно. Это просто дух захватывает. И так хочется оценить, чтобы мы все оценили этот шанс. Братья и сестры, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Я теперь вот об этом. Царство земное и Царство Небесное, это два совершенно несовместимые, несопоставимые и взаимоисключающие Царство. И для того, чтобы быть в одном, необходимо полностью разорвать с другим. До тех пор, пока человек жил, частью был этого земного Царства, для него было чуждым небо, для него все это было далекое, закрытое, неинтересное, оно его не влекло. Он полностью был, небо было от него закрыто. Он дитя своего мира, своего Царства. Вот то, во что он вросся, с чем он слился, этим он и жил. Любил землю всей душой, и я в ее доле, любовью чистой и большой, до сладкой в сердце боли. Она была мне все во всем, моим питьем и хлебом, пока не встретилась с Христом и подружилась с небом. Вера Кушнир так описывает свое прошлое и настоящее. И поэтому, друзья, для того, чтобы принять небесное Царство, надо полностью отрешиться, разорвать связи с этим земным. Потому что жить одновременно в двух царствах, жить одновременно в двух взаимоисключающих мирах невозможно. И чем человек более привязан к земному царству, тем ему тяжелее от него отрываться, тем тяжелее ему разрывать с ним, тем больше у него ниточек, которые связывают его с земным царством, тем труднее для него может сделать этот выбор, сделать шаг к небу, шаг к Иисусу Христу, шаг к Богу. И поэтому, если человек в этом мире по мирским понятиям, по мирским шкале ценностей, так сказать, он нищий, ему нечего терять, и он скорее уверует в Иисуса Христа и примет небесное царство. А если у него много связей, которые удерживают его здесь, в этом земном, то, конечно, ему труднее сделать этот выбор. Нищий – это тот, у кого ничего нет. А тот, у кого ничего нет, тому нечего терять. И поэтому, когда ему предлагают что-то, хотя бы что-то взамен ничего, то, конечно, он откликнется. А если не хотя бы что-то, а если великие богатства и сокровища, конечно, тогда ему легко расстаться с этим. Я не буду читать, но по памяти приведу одну, очень знакомую для всех нас, притчу, которую Иисус Христос привел. Это притча о брачном пире. Ивалия Матфея, 22 глава. Знакомая, я напомню, в общем. Она рассказывает о том, богатом человеке, который сделал брачный пир для своего сына и послал званых, чтобы они шли на брачный пир. Вы вдумайтесь, что предлагается этим людям. У этих людей открылась невероятная возможность, ну, просто неписуемо великий шанс. У них появилась возможность побыть на свадьбе у царского сына. Вы представляете, ну, вот подъезжает богато украшенная карета, колесница, выходят облаченные торжественно слуги царя и с поклоном говорят, Его Величество приглашает вас на свадьбу к сыну. Там уже все накрыто, там все готово. Нам кажется, эти люди побросали все и побежали бегом, да? Ну, такой шанс, такой шанс, редчайший, невероятный по величине своей. Ничего подобного они не захотели. Он посылает вторых слух, представляете? Царь, ну, может быть, что-то вы не поняли, или как? Он посылает вторых слух и говорит, уже мое все приготовлено, все откормлено, все заколото, все готово для вас. Приходите на брачный пир. А они пренебрегли и вторым приглашением. У меня вопрос, скажите, что помешало им оценить свой шанс? Почему они пренебрегли приглашением разделить с царем, ну, нашим языком, скажем, с президентом, свадьбу его сына? Нам не мечталось, да? Не мечталось, что там цари едят, а там все готово для нас, для них. Как вы думаете, друзья, что помешало людям, званым, оценить свой шанс? Одно слово, одно слово из текста, самое любимое нами слово в нашей речи, какое? Мое. Там написано, что они пошли кто на поле, свое, а кто на торговлю, свою. У них было свое. Они были привязаны к своему. Пусть это поле, да, на нем тяжело работать, это зной, это камни, это, так сказать, плуг за валами, это все, но это мое. На этом поле работал и мой отец, и мой дед, и прадед, это мой наследственный надел, это мое. И человек привязан к своему. а другой пошел на свою торговлю. Что мне ваш брачный пир? Мне как раз товар завезли, как раз торговля пошла, или сделка какая-то назначена и так далее. Я помню, когда-то, много лет назад, тут Павел Иванович наш приводил, кажется, здесь этот пример, как умирал один старый человек, у которого была своя лавка небольшая. И вот дети, невестки, зятья, родственники все собрались у его одра, но чтобы утешить его в последний момент, как-то слово сказать, а он слабым голосом спрашивает, а все здесь? Да. Сына по имени называют ты здесь? Да, папа, я здесь. Невестку, папа, я здесь. И еще одного сына, папочка, я здесь. А на кого же вы лавку оставили? Понимаете, да? Вот человек, у него торговля своя, и что вы будете ему говорить про чей-то там брачный пир, он не слышит. И поэтому вот что, вот это богатство, то есть человек, который в мире обладает чем-то, он не может оценить преимущество Царства Небесного, которое Иисус Христос и Царство Небесное это одно и то же. Все в нем и через него и он и в нем и о нем и так далее, и так далее. Только Христос. И поэтому по-другому сказать оценить Христа. Что делает этот богатый человек или царь? Он посылает своих слух куда? Он их посылает на распутье. и говорит пойдите кого только найдете зовите на брачный пир к моему сыну. Есть люди которые оказались в своей жизни на распутье. На распутье это те у которых нет своего поля и нет своей торговли. Возможно у него тоже когда-то было свое поле но получилось так что он пахал на поле и какой-то норовистый бык его подзадел рогом и он покалечился и он больше не может работать или спину сорвал и теперь что пользусь поле я теперь живу на подаянии а кто-то обанкротился со своим бизнесом друзья подвели опора из-под ног ушла и и он тоже оказался на распутье без своего поля и без своей торговли и такой человек теперь когда у него потеряно свое он оказался нищим духом я теперь к словам Иисуса он так ему нечего терять для него открылось привилегии преимущества этого приглашения и он конечно кто-то похромал кто-то на коляске кто как но он поспешил поспешил туда где о царстве небесном и где он действительно нашел для себя пир есть много того друзья что сращивает и что утверждает человека в царстве земном это его гордость кто-то говорил это его достоинство это его способности это его какие-то вот устроенность в этом мире материальный недостаток это его может быть знание его таланты его уверенно в себе иногда это его собственное понятие его религия это все то что его в этом мире делает значущим что-то что-то собой представляющим это вот его богатство оно его сильно держит отделить себя от этого очень тяжело и поэтому Иисус Христос обращаясь на тот момент к тем людям говорит блаженны нищие духом их есть царство небесное и вот все те которые богатились о них потом сказано алчущих он исполнил благ тех которые были нищими духом а этих богатящихся мы дети Авраама мы Моисеевы ученики мы а ты кто а этих он отпустил ни с чем они оказались вне чудного благословения вне небесного царства и поэтому братья и сестры Иисус Христос он хочет чтобы мы воспользовались этой чудной возможностью этим своим величайшим шансом этим благословением невыразимым приобщиться к тайне небесной жизни тайне которая по ту сторону этой нашей земной реальности проходящей временной со своими такими дешевыми и ничтожными ценностями с такой какой-то примитивненькой устроением этой жизни то что во Христе то что в том небесном царстве оно невыразимо славнее прекраснее чище светлее и драгоценнее и поэтому нас тоже бывает очень удерживает многих людей удерживает вот эти богатства земного царства а Иисус Христос говорит нищих духом царство есть небесное и Иисус Христос он открывает свою славу он открывает свою красоту сегодня вот мы слышали сейчас и было сказано про апостола Павла благодаря чему ему открылись вот вернее он так смог расстаться с теми богатствами апостол Павел не был нищим духом до определенного времени он был очень богат ему было очень чем похвалиться в этом на уровне этого земного царства но для него открылась слава Иисуса Христа в котором воплотилось небесное царство и чем больше для его очей открывался Иисус Христос тем блекло все то чем он обладал раньше и он избрал конечно же лучшие и несравненно лучшие и укореняясь и утверждаясь в Иисусе Христе он все более и более отдалялся от этого царства Иисус Христос настолько вот ему открылся настолько он оценил его он говорит имею желание сейчас разрешиться освободиться от этой плоти и быть со Христом потому что это несравненно лучше братья и сестры мы сегодня скорбим о нашем христианстве христианство которое полумирское христианство такое немощное в котором так мало сил и так далее а причина все в том что в христианстве мало Иисуса Христа а мало в нем Иисуса Христа потому что мы боимся духовной нищеты вот в этом смысле как сказал Иисус Христос у нас да мы верующие мы в свое время приняли Иисуса Христа то есть когда-то мы покаялись уверовались а так чтобы ходить в нем дальше в последующей жизни мы мы много знаем мы очень способны мы очень талантливы и так далее у нас много связей и очень много знакомств у нас многие кабинеты мы вхожи когда-то тут ну это уже притчей стало про мерифянских строителей как там кому-то из больших начальников они строили дом и крышу делали и когда гаишник останавливает они визиточку такого важного там генерала полиции а кто он для вас то мы ему крышу делаем то нет ребята это он вам крышу делает ну это мы где-то вот это мы осознанно и неосознанно братья и сестры оно нас втягивает в эту земную жизнь и мы от Христа далеки и от этого так мало в нас жизни и так далеко от нас небо и поэтому такое мелкое и хромое к сожалению наше христианство до тех пор пока я осознаю себя нищим духом тогда царство небесное мое оно для меня в первую очень близко а потом оно через меня проявится мы с вами несем служение мы с вами кто-то проповедует кто-то служители мы играми поем и так далее до тех пор пока я сознаю что я нищий духом до тех пор пока я ничто через меня действует Господь это царство небесное мое и я буду раскрывать его своей жизни своим поведением своим служением а как только я из ничто стал нечто царство небесное оно уже не мое я не говорю что я потерял спасение но это благодать эти благословения царство небесное я потерял скажите мы все знаем много верующих к кому вас тянет к богатящимся или к тем кого вы чувствуете что он нищий духом чувствуешь что человек смиренный кроткий в нем свое я не проявляется и ты в нем Христа не его видишь а Христа видишь и тебя к нему влечет и к такому человеку тебе хочется подойти рассказать свою проблему помолиться вместе и просто пообщаться потому что ты ощущаешь царство небесное которое проявляется в этом христианине в этом брате или сестре там виден Христос там проявляется Христос и поэтому братья и сестры для нашего духовного возрастания тех которые уже приняли Иисуса Христа нам надо всегда оставаться пребывать и удерживать себя в состоянии нищих духом то есть чтобы я не рос в тех ценностях которые ценные в этом мире ненавидь это в себе отвергай это в себе побеждай это в себе и царство небесное которому ты приобщился тогда когда тебе впервые открылся Иисус Христос перед которым ты покаялся оно будет твое ты будешь наслаждаться блаженством Бога присутствия для тебя христианство будет радостным следованием за Иисусом Христом твое христианство будет пропитано и наполнено Иисусом Христом ты будешь ощущать жизнь в себе самом в первую очередь сам а потом ты сможешь послужить тем которые рядом с тобой и это великое благословение если царство небесное которое когда-то вот раскрылось в Иисусе Христе и людей тянуло к Иисусу Христу его жизнь была благословением для окружающих нет большей радости для нас сегодня если царство небесное оно проявится через нас и будет раскрываться в нас повторяюсь что между двумя царствами лежит пропасть царство небесное оно хотя сошло сюда оно здесь нашло для себя свою территорию в сердцах спасенных людей среди церкви Божией но оно полностью несопоставимо оно очень отлично от царства земного и поэтому стремись к тому чтобы в этом царстве утверждаться жизнь братья и сестры смешались эти понятия в христианстве и потому беда дал бы нам Господь милость и будем стремиться к тому чтобы сознавать свою духовную нищету оценить блаженство если ты нищий если ты победил привязности мирские гордость все достоинство и все отверг вот это все то вот это вот все то простите я так покажу то ты открыл для себя что-то намного большее слава Богу что для нас есть возможность вкусить на земле неземного душой своей бессмертия касаясь мы на земле о небе можем петь и учимся над Библией склоняясь на жизнь с позиции вечности смотреть слава Богу аминь